Индекс доллара США показывает, что американскую валюту распродавали на протяжении всей прошлой недели. Однако доллар смог частично отыграть потери в свете положительных экономических отчетов и оптимистичных новостей с торгового фронта. Индекс доллара США закрылся в пятницу на отметке 98.26 с недельным падением на 0,15%. В недавнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил свое намерение поддержать рост экономики США. Участники рынка уже заложили в котировки несколько раундов монетарного смягчения на последующих заседаниях ФРС, а также вероятную рецессию в экономике США в 2020 году. В итоге американская валюта окрепла в статусе валюты убежища и глобальной резервной валюты. Тем временем евро замедлил подъем в пятницу на фоне экономических данных из США, которые оказались сильнее прогноза. Тем не менее евро закрыл недельные торги на отметке 1,1075 против доллара США, потяжелев на 0,3% за неделю. Утром в пятницу котировки валютной пары EURUSD взлетели после объявления итогов заседания ЕЦБ в четверг. Однако импульс роста ослаб на фоне убедительных данных из США. Фунт стерлингов дорожает вторую неделю подряд. В пятницу фунт достиг отметки 1,2505 против доллара США, самого высокого уровня с прошлого июля. Недельный рост стерлинга составил 1,38%. Столь заметное укрепление фунта объясняется оптимизмом из-за утечки информации о том, что власти Евросоюза готовы разрешить Великобритании еще раз продлить срок выхода из ЕС, чтобы избежать жесткого сценария. Однако главный представитель ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в четверг, что нет оснований для возобновления формальных переговоров. На рынке криптовалют в пятницу биткоин просел до 10 374 долларов за монету с недельным падением на 1,9%. Самая популярная криптовалюта торгуется в стадии консолидации после взлета в начале прошлой недели. Хотя такой подъем немного сбавил обороты в последнее время, аналитики отмечают, что основной уровень сопротивления для биткоина все еще находится на отметке 10 800 долларов. Что касается сырьевых рынков, фьючерсы на международный эталонный сорт Brent сегодня подорожали на целых 19,5%, до 71,95 доллара за баррель. Это самый резкий внутренний рост цены со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Фьючерсы на североамериканский сорт WTI выросли в цене на 15,5%, до 63 долларов 34 центов, что является самым большим скачком цены с 22 июня 1998 года. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти. Таким образом, нападения на нефтеперерабатывающие заводы государственной компании Aramco сократили объем нефтепереработки на 5,7 млн баррелей в сутки. Осведомленные источники сообщили, что период возврата к нормальным производственным мощностям может затянуться на месяцы. Цена на золото немного понизилась в пятницу и завершила недельные торги на уровне 1499 долларов 50 центов за тройскую унцию. В течение прошлой недели драгметалл подешевел на 1,7%. Однако золото резко повысилось в цене более чем на 1% в понедельник утром по причине увеличенного спроса на защитные активы после атаки беспилотников на нефтяные предприятия компании Aramco. Вы смотрели комбинированный обзор финансовых рынков на канале Инстатв. Всего вам доброго, до свидания!